Тогда я всех очень радостно приветствую. Это очень нетривиальный курс. Я очень хорошо понимаю, насколько я сложную задачу на себя взял и для себя самого сложную, потому что, кроме всего прочего, у меня нет в голове какой-то встроенной теории религии, которая... А скорее, это такое исследование в рамках данного курса, когда что-то выстраивается и понимается. Я уже в прошлый раз говорил, что причины, которые я вынужден был за это взяться, связаны было с тем, что после изучения Розенцвайга и всей двухлетней моей работы с звездой избавления Розенцвайга, а у Розенцвайга есть замечательная, очень продуманная теория религии, которую он возлагает в своей книге, я оказался в неком тупиковом положении. С одной стороны, я с этой теорией не могу согласиться, с другой стороны, я не могу... не имею ничего такого другого, что я могу предложить сам. И поэтому я вынужден, в общем-то, был заняться попыткой моделирования какой-то своей философии религии. Вот. С другой стороны, подумав о актуальности этой темы, вообще я пришел к выводу, что это одна из самых актуальных тем современности философии религии. Потому что мир, в котором мы живем, он не может уже отмахнуться так запросто, как это может быть еще 10-20-30 лет назад можно было сделать. Ну, религия это что-то такое, личное дело каких-то людей, там верующих или неверующих, или это что-то важное, религиозные войны, или когда-то давно давно мы живем сейчас в эпоху, когда, во-первых, религиозные войны являются абсолютно реальностью, которая нас окружает и касается, в общем, так или иначе нас. А во-вторых, проблема религии, она, в общем-то, я думаю, касается практически всех неживущих людей, они могут это осознавать или не осознавать. Поэтому я взялся за этот курс, но при этом у меня не было ясного плана еще даже две недели назад, и даже неделю назад, когда я читал первую лекцию, единственное, что мне было понятно, что я должен начать с личной позиции, которую я попытался заложить на первой лекции. Теперь же я хотел бы заняться некоторой более общей методологией и попытаться выстроить некую систему работы, каким образом мы дальше будем двигаться. И я уже в прошлой лекции пытался сказать, что то, что та точка опоры, на которую можно начать, с которой можно начать разговор, является религиозным опытом, или я говорил о религиозном ощущении, чувствии, переживании. Но слово переживание для большинства сети русского языка очень ясно ассоциируется со словом ощущения, переживания, ощущения. Я же слово переживание немножечко еще вижу на игрите, хавая. Вот. А хавая это не совсем ощущение, это именно слово хай, то есть жизнь, как и по-русски, переживание. Но русский язык, он не часто, не несколько смазывает понятия. То есть нету ясной четкости, так сказать, свой переживания, что это именно выражение жизни, а не просто вот там какие-то ощущения. Я же, когда говорю о религиозных переживаниях, я имею в виду, собственно говоря, то, как сам человек для самого себя видит, как это завязывается внутри его жизненности. Но есть более такое позитивистское слово опыт, которое удобнее, может быть, для начального разговора, религиозный опыт. И я решил начать именно с этого, с религиозного опыта, религиозного переживания, потому что, как мне показалось, это универсальное понятие. Нету, как можно с этим спорить, но, насколько я могу судить, нету ни одного человеческого общества, ни одного даже человека, в каком смысле, не всякий осознает это, но ни одной культуры, даже древней или современной, которой бы отсутствовал бы какой бы то ни был религиозный опыт. Религиозный опыт – это есть то универсальное основание, которое в некоторой роде можно вынести за скобки, пока что вообще все религии существующие, любые социальные религиозные институты, любые мифологии, верования и все, что угодно. Но религиозный опыт – это некоторая фактичность человека, человеческие природы. Исторически мы это знаем по всем человеческим обществам. У каждого такого общества есть какие-то религиозные переживания, какой-то религиозный опыт, какая-то религия. Есть некоторые типические общества, которые именировали, например, атеистическое мировоззрение, но мы прекрасно понимаем, что атеистическое мировоззрение не только имело свой религиозный характер, но также имело свой культ, свои ритуалы, свою теологию и так далее. Кстати, Розенцвайк, одним из первых его философских сочинений, который вышел в 1914 году, еще до того, как он попал на Македонский фронт, называлась «Атеистическая теология». И он очень серьезно, действительно, он говорит об атеистической теологии, но это не антропологическое исследование, а именно философское с его стороны. В принципе, можно сказать, что любое мировоззрение так или иначе имеет в себе некие религиозные элементы. И в этом смысле религия не отличается от, может быть, таких общевоистских универсалей, как искусство, язык, мышление. То есть мы, так сказать, здесь проводим грань. Если мы видим некое живое существо, которое лишено какого-то вида дискурсивного мышления, которое, это, наверное, уже не человек. Так вот, насколько нам известно, любое человеческое общество, оно имеет такое религиозное измерение. По этой причине, наверное, с этого легче всего начать и выстраивать как бы систему. Поэтому я решил начать с тезисов, а потом перейти к некоторой аналитике. Вот вы видите на первой странице первые, по-моему, три тезиса или два с половиной тезиса, которые я тут предлагаю. И первый из них, ну, первый из них, я бы сказал, мы уже прошли, это вопрос о личном основании для разговора, потому что, с моей точки зрения, является в каком-то смысле некорректным разговаривать на эту тему, с моей стороны некорректным, не высказать своей какой-то личной позиции, потому что ясно, что религия, это область очень субъективная, очень личностная. Поэтому, чтобы я ни говорил, все равно это личная позиция моя выразить. Поэтому лучше о ней прямо было заявить, и я поэтому о ней старался заявить в предыдущей лекции. Теперь, значит, второй тезис, это как раз тезис о наличии вот религиозного опыта как некоторого общего элемента или общей, как бы, некоторой универсалии. И именно по этой причине философия религии может начать с разговора о религиозном опыте. Между прочим, не случайно, наверное, что новоевропейская философия, в большей степени, если считать ее в большей степени, так сказать, под сенью кантианства выстроенной, она тоже начинает с вопроса об опыте. Значит, и поэтому не случайно многие исследователи религии, конечно, пытались понять, что, собственно, Камп понимает под опытом, и в какой степени религиозный опыт является тоже видом опыта. Значит, ну, я думаю, что если мы попытаемся сформулировать религиозную, систему религиозной мысли, то мы должны будем не ограничиваться только религиозным опытом. И, значит, ну вот, ТС-4 я тоже уже, в общем, сформулировал, как религиозный опыт, как универсалия. Но я хочу сразу же сказать, что видение может только лишь опираться на религиозный опыт, и, в общем, должна каким-то образом сочетать разные сферы. И я, значит, здесь их привожу три, которые так и связаны с этим религиозным опытом, а именно это религиозное мышление и религиозная практика социальная. И в данном контексте я хочу выставить свой важный для сегодняшнего разговора тезис, а именно о том, что неизбежна наша попытка выявить основание религии. Мы должны будем анализировать для каждой конкретной системы, для каждого конкретного религиозного мировоззрения, как соотносится между собой религиозная мысль, религиозное мышление с религиозной практикой, потому что одно без другого невозможно, невозможно себе представить. Но религиозная практика сама по себе тоже распадается как минимум на две области, а именно на область, которая в данном случае чисто патологически мы это видим, одна область связана с ритуалом, то есть можно и рассматривать ритуал как выражение собственно религиозной практики. С другой стороны, мы понимаем также религиозная практика тесно связана с социальным моментом, потому что, как правило, религия это то, что связывает людей, она является одной стороны, как мы говорили несколько раз, глубоко личным делом, а с другой стороны, она всегда является социальной структурой. И поэтому уже собственно сам ритуал, как правило, он непосредственно объединяет индивидуальное и какое-то социальное, потому что любой ритуал, даже самый индивидуально личный ритуал, он выходит, как правило, на отношения с другими людьми. Но в принципе мы должны отдельно говорить о том, что религия неизбежно институтализируется как некая социальная структура. То есть она, опять-таки, мы рассматривая разные виды религий, может быть, мы сможем найти исключение. Может быть, один из исследователей религии Стеблин-Каминский, в свое время, который назывался «Скандинавской мифологии», он сказал, что чем больше эрудиция исследователя религии, тем легче ему найти все, что угодно, потому что материал здесь настолько большой, что человек с большой эрудицией может найти связь между любыми религиями, а человек с еще большей эрудицией может найти абсолютно несоответствие между любыми религиями. Но так или иначе, все-таки, мы можем определенно сказать, что практически все религии нам известны, они имеют некоторую форму выражения какой-то мысли, религиозного мышления, и можно сказать, что религиозная форма мышления. С другой стороны, все религии, они так или иначе обращаются к некоторой форме ритуала, что такое ритуал, мы пока не определяем, но слово это всем известно, и нету религий без ритуала. И, наконец, все религии также формулируют некоторую структуру социального, некий социальный организм, то есть они реализуются в неком сообществе, которое можно назвать религиозным сообществом. И если религиозное мышление, это дело скорее внутреннее религиозное переживание, тем не менее, но даже религиозное мышление и религиозное переживание, оно осуществляется, как правило, в коллективе. Даже если это мы говорим о каком-то суфии, который замуровали на 40 дней в стенку, или монахи, которые пребывают в состоянии одиночества в течение многих лет, тем не менее, это некоторая форма социальной практики. значит, но это значит, что религиозная мысль, религиозная практика в форме ритуала, религиозная практика в виде социальной организации, это тесно связанные между собой вещи. Вот это простая схема, которую я сейчас выстроил, она, разумеется, абсолютно не исчерпывающая, абсолютно не претендует на некоторое описание всего, но тем не менее, она нам поможет немножечко сориентироваться. Она позволяет, собственно говоря, начать такой более, что ли, объективированный разговор, потому что я ни слова не говорил сейчас ни про иудаизм, ни про крестьянство, ни про современные религии, ни про религиозные войны, которые ведутся даже в наше время, а я говорю о неких общечеловеческих вещах. То, что я сказал сейчас, ну, теоретически можно было бы сказать еще сколько-то, конечно, нельзя в таких словах, потому что я говорю на современном языке. Вот, но смысл того, что я говорю сейчас, в такой же степени относится к каким-то религиям каких-то народов, которые нам очень далеки, например, индейцам каким-то Южной Америки или аборигенам Австралии, или современному атеистическому европейскому обществу. Значит, это некие универсалии. Вот, и это универсалии как раз мне хотелось бы взять за основу разговора. Я думаю, что здесь можно сделать небольшую паузу, и, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, включая присутствующих здесь. То есть, я пока что всего лишь попытался выстроить такую, значит, новую структуру, которую я рассказал религиозный опыт, религиозный опыт, как религиозное переживание, как некая отправная точка разговора. И дальше я разделил это на три основания. Религиозное мышление, религиозная практика в виде ритуала и религиозная социальная организация. Значит, разумеется, это не исчерпывает наш вопрос, но, тем не менее, это дает очень уже какое-то прочное основание для этого разговора, как мне кажется. Так что, вот, я на секунду замолкаю, если тут вопрос... А, у меня форум не виден. Сейчас я посмотрю, что я не то сделал, чтобы... Так, ага. 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 Да, вот, теперь я вижу форум, но я не вижу вопросов, я вижу только приветствия. В общем, что включает в себя религиозный опыт? Ну, я думаю, что я отчасти ответил на этот вопрос, в том смысле, что я вышел несколько направлений того, что именно вокруг чего выстраивается религиозный опыт, но, значит, я думаю, что сейчас я попытался дать такую картинку и трехчастную, что ли, разложение религиозного опыта на религиозное мышление. Понятно, что это такая структура, которая все равно ни мышление, ни социальная генерация, ни ритуал, никак не исчерпывает религиозного опыта и не исчерпывает более религиозное переживание, ощущение и тому подобное. Поэтому эта четырехчастная структура остается, но все-таки она уже обладает некоторой структурностью. Поэтому давайте мы да, пожалуйста. Вот, есть вопрос, задается вопрос о том, что такое религиозное мышление, и спасибо за вопрос, потому что это ровно то направление, к которому я хочу двигаться. Совершенно понятно, что для философа, для философии религиозное мышление является наиболее существенным существенным моментом, потому что именно через мышление, мышление, как бы, воспринимает мышление. Философия это тоже мышление. Но, во-первых, сразу же я хочу отметить, что религиозное мышление, религиозное и философия это вещи очень существенно отличаются друг от друга. И поэтому философия некоторое начиная само себя осуществлять и осознавать именно в споре с религиозным мышлением. Поэтому не случайно многих философов уже в древнее время всячески подозревали неуважение к богам и вообще к всякого рода элитическому настроению по отношению к религии. Мы сейчас будем более подробно говорить про религиозное мышление. Думаю, что это просто основная тема нашего дальнейшего направления, потому что я думаю, что именно религиозное мышление позволит нам сориентироваться вообще и в истории в географии религии. Потому что, конечно, может, профессионалы-антропологи или геоведы или культурологи и так далее могут, например, историть классификацию формы ритуала или социальные организации религиозные и так далее. Но мне кажется, именно религиозное мышление является для нас наиболее удачной точкой для начала какой-то внутренней деференциации тем. Но, тем не менее, появился какой-то вопрос. Сейчас я значит, зачитаю его. Ваш религиозный опыт как пример. Вы желали искать роду к устроению мира. Мой ограничен был у меня возможным присутствием любви в жизни во всех ее проявлениях. Душу свою положил за други свои. Для меня была основой и тем, что мне нужнее всего. Это реплика. То, что действительно религиозный опыт личный, о котором я говорил в прошлой лекции, и он у всех у нас разный. его невозможно даже как-то так сказать формализовать, но тем не менее я настаиваю, что это неразрывное к нашему разговору, к нашей теме отношение имеет, потому что без этого все остальное теряет смысл. Но тем менее, сегодня я попытаюсь натянуть такой канат между двумя крайними точками мира. Одна это индивидуальная личность у каждого своя, а вторая все-таки некоторые универсальные, максимально универсальные объективизированные понятия. И уже потом мы начнем работать внутри этого определенного пространства. Поэтому спасибо, я думаю, что любовь это почти всегда является самым главным основанием религии. Я не думаю, что в моем случае любовь к знанию или мирозданию это тоже некая форма любви. И не могли бы определить, что такое миф-мифология. Спасибо большое за вопрос. Я как раз именно этим и собираюсь заниматься. Не случайно третий девятый и очень короткий опрос написан на миф- это особый способ повышления совместности поведения. И безусловно, если пытаться определить, что характерно для религиозного мышления в целом, то первое, что приходит в голову, что это религиозное мышление имеет мифологические основания. Но при этом это утверждение одновременно и очень так сказать сильное и очень спорное. Потому что как раз миф действительно если мы что-то знаем про религиозное мышление, то в первую очередь мы знаем, что это мышление часто бывает мифологическим или мифологическим. Это наиболее важная характеристика религиозного мышления. С другой стороны, конечно же, в любой религии есть теология, иногда очень позитивистская теология, очень рациональная, очень не мифологическая теология. Но тем не менее, вот в основаниях каких-то, если мы попытаемся все виды религиозного мышления, какие мы только можем себе представить, взять, то, конечно, теология рациональная и так далее будет характерна только для очень маленького количества из них очень современных, там, христианская рациональная теология. Даже, например, в аудаизме теология не играет такой принципиальной роли в силу, может быть, нелюбимых монитах теологии, а может быть, в силу других причин. Теология, вот как такова, теология, богословие, это, в общем-то, такая христианская штука, но, тем не менее, конец, какая-то теология есть и в ашламе, и в аудаизме, вот, теология все-таки не является наиболее широкой характеристической основой религиозного мышления, вот, мифология в большей степени. Но, тем не менее, мы тут сталкиваемся с кучей проблем. Во-первых, очень существенная часть религиозной мысли как раз опирается на попытки отказаться от мифологии. Например, скажем, там, известная теория Германа Когина, что Библия это попытка преодоления мифологии. Это, конечно, не только он такое утверждал, но он это наиболее систематично и наиболее глубоко попытался высказать. То есть, что это преодоление мифологии. Но, если так, то это уже что, не религия, это уже не религиозное мышление? Нет, конечно, религиозное мышление, но, оказывается, не всякое религиозное мышление обязательно таким мифологическим должно быть. Вот, тогда мы должны немножко расширить сказать так, что мифология очень важная сторона религиозного мышления, даже в том смысле, когда религия пытается его преодолеть. Ведь даже Герман Гоген не утверждает, что, скажем, библейский текст, он не мифологический или совсем не мифологический. Но он говорит, что там происходит постоянная демифологизация. То есть он дает какой-то мифологический тезис, и тут же немедленно его демифологизирует и дает ему некий рациональный антитез по Герману Когену. Значит, мне сейчас, Герману Когену, то мы еще вернемся, но мне очень важно сказать, что мифология в каком-то широком смысле, мы, может быть, можем предположить, что существуют какие-то домифологические религии, религии без системы разработанной мифологии. Значит, это, я не уверен, что все-таки тезис доказуем, но, тем не менее, такое может себе представить, но большинство известных нам религий, от самых древних, от самых, ну, не знаю, как называется, примитивных, до самых изощренных, они содержат в себе некоторую форму мифологии и, с другой стороны, имеют определенную иногда форму домифологизации. И поэтому мифология — это удачная точка опора для начала нашего серьезного разговора. И отсюда вопрос, который мне задается, что такое миф. Он, безусловно, стопроцентно уместен, поэтому я с одной стороны переворачиваю страницу, и первый мой тезис по поводу мифа. Смотрите, есть очень много хороших книжек про миф, просто бесконечное количество, там, начиная от, собственно говоря, таких «Кассирера», или по-русски «Осива», или «Голосовкера», или... Есть очень много хороших книжек. Даже вот, помянутый мой «Стеблин-Каминск», которые, там, три книжек о господинамской мифологии по-русски, очень хорошие. Есть очень много хороших книжек про мифологию. Поэтому, как бы, я сейчас не пытаюсь весь этот огромный материал каким-то образом черпать или классифицировать и так далее. Но в нашем деле, а именно в выстраивании философии религии, мы первое, видимо, чего-то уже должны начать с разговора о том, что такое мифология. И первое, с чем мы сталкиваемся, это проблема тем, что слово «миф» по-русски, ну и на любом другом языке, обозначает неправду. То есть, говорят, что что-то — это миф, значит, то, иными словами, это не по-настоящему, это миф. Вот, когда кто-то рассказывает какую-то историю, ему говорят, это миф. Это значит, что этого не было. И надо отметить, что именно таким образом относились к мифу, в частности эпоха просвещения так относится к мифу. То есть, миф — это неправда. Вот. Но, значит, то, что миф — это неправда, значит, это, конечно, некоторое прощение. Но здесь возникает очень такой глобальный вопрос, который мы можем задать и на который очень сложно ответить. А вот, скажем, если мы возьмем конкретную египетскую мифологию или греческую, или не греческую, индейскую мифологию, то носители этой мифологии сами, они в это верили? Они-то сами считали, что это правда? Вот, Каплин Каминский, помянутый мной, он часто говорил, что одно из абсурднейших оснований исследователей мифа — это то, что они говорят так, что, конечно же, это неправда, но почему-то эти люди, которые, значит, были до нас, они считали, что это правда. Вот те люди, которые верили в мифы. Отсюда возникает естественное желание, которое на определенной стадии развития мифологии всегда осуществляется, именно попытка интерпретировать мифы рациональным образом. Осматривая их, например, как аллегории каких-то философских понятий. Ну, это часто мы хорошо знаем из античной литературы. Вот, но на самом деле сказать, что вот люди-то считали, которые верили в миф, они считали, что это правда, а мы просто вот считаем, что это неправда, это тоже будет никому сильным упрощением. Потому что нам не очень легко попасть в голову этих людей и представить себе, что они действительно считали. Действительно верили они в те иногда совершенно невероятные и чудовищные вещи, которые мы находим в мифологических текстах. Кажется, трудно представить себе, что они в это верили. Но на самом-то деле здесь ловушка скрывается в самой начальной точке, в самом этом слове «правда». Потому что самого слова «правда», во-первых, для нас и для этих людей имела совершенно разный смысл. И особенно если мы будем использовать еще более жесткое по-русски слово «истина», которое связано с логикой, истинное утверждение. Это утверждение истинно, а это утверждение ложно. Утверждение может быть либо истинным, либо ложным. Но совершенно очевидно, что про миф нельзя сказать, что оно либо истинно, либо ложным. Никакой миф не может быть либо истинным, либо ложным. Потому что он частично истинен, частично ложен. И это абсолютно естественно. Но ведь, на самом деле, не только же миф, только очень маленькая часть наших знаний, нашей литературы и так далее обладает этим свойством, либо истинно, либо ложным. И в данном случае, конечно, легко найти источник вот этой системы мышления, которая все делит на истинное ложное, это герменевтика Аристотеля. То есть, аристотелевская герменевтика, которая пытается построить знания на таких прочных основаниях, которые либо истинны, либо ложны. И понятно, что Аристотель и герменевтика первое, что она делает, это она дезавуирует мифологию. Вообще, в принципе, дезавуирует мифологию. Но тут есть тоже некая заковыка, которую мы должны обратить внимание, а именно, что само слово герменевтика, это что значит? Что же такое получается, что Аристотель называет свое сочинение, которым он дезавуирует мифологию, именем бога Гермеса, который является одним из важнейших богов мифологического типа, который, собственно, если не создатель мифологии, то, по крайней мере, один из знаковых фигур мифологии таковой. Гермес, Меркурий, Тодд, египетские и тому подобное. То есть мы с самого начала сталкиваемся с очень серьезной проблемой. Поэтому я предлагаю начать с того, что сказать, что миф – это неправда, не неправда, это что-то такое совсем по ту сторону правды и неправды. И что попытка сведения мифа к правде и неправде – это попытка построить что-то, либо какой-то новой системы мифологии, либо уйти от мифа и прийти к какой-то другой, к какому-то логосу, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, мы должны сказать, что мифология – это некая другая совершенно форма мышления. Это не та форма мышления, я, как раз покажу, в итоге к совершенно элементарному тезису, с которым можно было начать. Очевидно, что мифология радикально отличается от обычных форм мышления. Но из этого следствия мы не можем мифологию, так сказать, описывать при помощи тех форм мышления, которые у нас есть. Нам нужно сделать какой-то совершенно другой германутический аппарат для описания мифологии. И не в тезисах, не в терминах «правда-неправда». Теперь, соответственно, до эпохи романтии, что мифология действительно… Нет, мифология играла большую роль, в том числе, например, эпоха просвещения очень любит мифологию. То есть, греческие мифы пересказываются всеми, они постоянно являются предметом каких-то литературных перевожений. Они их очень много говорят, но они превращаются в нечто иное, то есть не в то, что является мифологией в чистом виде. И только с эпохи романтизма начинает, пытается заново поставить вопрос, понять, что же такое действительно миф. Сейчас я хочу посмотреть, поскольку перед большим разговором про романтизм и про философию мифа, откуда она взялась, я хочу… Тут большой возник… Даже не один… Возникли… Или тут целый текст, целая статья. А, да, это статья Леона Черняка, суть по всему. Так, да, хорошо. Смотрите, я сейчас не могу просто технически… Я обещаю разобраться в концепции, вот которые здесь сложны с подачей Леона Черняка, которыми я хорошо знаком и высоко оценю, но я не могу сейчас прямо отреагировать на эту большую реплику, но я обещаю, что это сделаю в форуме. Вот. А сам я хотел бы сейчас попробовать начать разговор, каким же образом наука о мифе и исследование мифа стала тем, что оно стало, и что мы с этим с вами сможем сделать. Так, вопрос. А какая другая? А, другая форум мышления, какая другая? Ну, смотрите, есть, как бы считается, что существует логическое мышление. То есть, логическое мышление действительно, поскольку логическое мышление притяжает на то, что оно, как бы, все, что оно говорит, оно говорит аргументированно, доказывает, фактическим образом, и что любой человек, взяв какие-то логические утверждения, может их понять и обосновать, доказать. А в отличие от этого мифологические утверждения, они этим свойством не обладают. Мифологические утверждения, как правило, апеллируют к какой-то реальности, которая, ну, как минимум, не является доказательной реальностью или такой рационально-потектической реальностью. Это не, ну, не является чисто разумным осуждением, то, что относится к категории мифа. Значит, по крайней мере, так вроде бы так. Ага. Ну и следующий вопрос, который здесь вполне резонно задается, и которым мы будем говорить. А именно, чем отличаются миф, подсказки, мидраша, можно еще добавить литературного произведения и тому подобное. Разумеется, чем-то отличается, чем-то не отличается. Вы знаете, я, вполне естественно, что мне задают такие вопросы сейчас, как будто бы я взялся сейчас заложить вам в течение вот этих вот каких-то минут полную теорию мифа. Я ни в коем случае для себя такой ответственности не брал. Я всего лишь навсегда сказал, что мифологическое мышление является некой универсалией, объединяющей религию, и от нее нам очень удобно дописать. Я, конечно, попробую сейчас несколько характеристик дать мифа и попытаться что-то сказать про миф, при том я постараюсь опираться на тех исследователей мифов, которых последние 200 лет было множество, и я буду на них ссылаться даже. Но, значит, я сразу хочу сказать, да, миф имеет очень много общего с художественной литературой, с мидражом, со сказкой. Но, как бы, тем не менее, можно сразу же легко очень сказать, что все перечисленные формы, мидраж, сказка, это уже некоторые культурные продукты. То есть, скажем, мидраж, это какие-то люди взяли и построили мидраж. Мидраж, он имеет, это некоторое искусственное образование, это некий текст, который опирается на что-то и что-то с чем-то сравнивает и так далее. Также и литература, в любом случае, даже если литература очень похожа на миф, можно сказать, такой литературный миф и так далее. То есть, можно, в принципе, иногда мидраж или литература приобретает форму мифа. Но, тем не менее, литература, это кто-то написал. А вот мифы, они как бы имеют, они существуют. Они имеют хождение и, конечно, у некоторых случаях мы можем даже найти автора того или иного мифа, который его запустил. Но, тем не менее, само существование, бытование мифа, оно имеет, так сказать, естественный характер, оно не является таким искусственным образованием, как вот все перечисленные формы и литературу, которые к этому добавил. Хотя я согласен, что все эти формы близки к мифологии, исследования мифа, исследования этих форм, будет часто являться предметом одной и той же науки. Вот. И поэтому я, поскольку время наше, как всегда, двигается, попробую сейчас немножечко углубиться все-таки в теорию мифа, пытаться сформулировать, иначе это будет, конечно, очень обидно. Это будет основание теории мифа, но это не знаю, что мы сейчас исчерпываем эту тему. Подчеркиваю, что тема моего курса это философия религии, и я рассматриваю сейчас миф не как сам по себе миф, как тему, про отдельный курс, можно посвящать этому, а именно в связи с проблематикой социалистов религии. Итак, я уже отметил, что серьезное исследование мифологии началось, собственно говоря, с эпохи романтизма. Где-то в конце 18-го, начале 19-го века, в общем-то, уже был собран довольно большой материал по мифологии, то есть были какие-то попытки представить, к мифу изменилось отношение, стали понимать, что миф это что-то важное. И в целом, значит, было сформулировано несколько очень важных утверждений по поводу мифа. И в первую очередь это было обнаружено, что миф непосредственно связан, во-первых, как только что я сказал, это звучало с мышлением, то есть миф это некоторая форма мышления, отличающаяся, может быть, от разумного, рационального мышления, но тем не менее это мышление. Во-вторых, что миф жизнью народа, то есть миф, ну, это одна из специфических романтических трансляций, что миф это некое выражение жизни народа, то есть мыслит отдельный человек, а вот народ мыслит некоторой роде мифами. То есть миф является неким выражением народного сознания. Вот, но, значит, это, конечно, не дает нам еще описание того же, что такое, собственно, миф. Но я хотел бы, значит, привести, прежде чем вот вы видите здесь целый список авторов, которые писали по поводу мифов, их список можно было бы увеличить сразу же в 10-100 раз, но это те авторы, о которых я хотел бы как-то упомянуть. Но я хотел бы сейчас встретить свой тезис, который здесь выдвинут, привести, а именно, что миф моделирует всю реальность. То есть миф, он включает в себя абсолютно все аспекты как индивидуального, так и коллективного человеческого существования. То есть миф, он является некоторой, всегда является некой проекцией космоса, то есть миф, он как-то пытается установить связь с явлениями космическими, солнце, волна, звезды, какие-то более продуманные астральные структуры и так далее. То есть мы можем привести какой-то конкретный миф, где это не упоминается. Но тем не менее, вот космичность – это общее свойство мифологии, но также миф затрагивает те области природного существования, растения, животные. То есть мифология, ну, например, когда мы говорим о мышлении, необязательно всякое мышление должно заниматься проблемой животных. Вот, например, есть математика, которая не занимается, математика – это мышление, но не занимается исследованием животных. А вот мифология как-то тесно связана с этой тематикой. Далее, то есть для меня чрезвычайно важно, что мифология – это интегративная форма мышления. То есть она как бы завязывает все аспекты человеческого существования друг с другом. И окружающий человеком мир, и некоторую временную раскладывает это все по времени каким-то образом. И она этот мир систематизирует, классифицирует в том смысле, что есть ближайший мир. И вот те элементы мира, которые нам могут казаться даже несущественными, для мифа они оказываются очень существенными. Например, мы можем предположить, что, скажем, для каких-нибудь древних людей, которые жили где-нибудь в средней полосе Европы, волки играли какую-то очень существенную роль, и поэтому они стали частью мифологии. Но совершенно понятно, что это не так. Потому что, ну, например, любовь там не водилась, а львы тем не тоже являются частью мифологии. Есть некоторая своя собственная логика, которая приводит к тому, что явления, которые могут не связаны быть непосредственной практикой людей, они тем не менее выстраиваются в некоторую систему. И это, ну, если к ней аналогично тому, что происходит в науке. Например, ну, скажем, прямоугольные треугольники. Значит, они не то что часто встречаются в жизни, но каждый взрослый европеец посвятил прямоугольным треугольникам, в чьей части своей жизни, там, где-то между шестым и седьмым классом изучал прямоугольные треугольники. Это значит, что в рамках этой культуры прямоугольный треугольник – это нечто очень важное. Может быть, даже в какой-то степени металлогически важное. Я, может, утверую, но, значит, я полагаю, что для понятия там такое, как серый волк или лев, там, или там бык или еще что-то в этом роде, это более универсальное понятие. Оно как бы, это не совсем понятие, правда, это, ну, это, я не знаю, как сказать, но некоторая фигура языковая более, имеющая более универсальный характер. То есть мифологическое мысление, которое апеллирует ко всем этим явлениям, значит, оно обладает, оно увязывает между собой значительно более универсальные вещи. Более того, оно увязывает не только те вещи, которые есть, которые нас окружают, но те вещи, которых нет. Ну, совершенно понятно, что Баба Ига или там Змей Горыныч или какие-то другие, я сейчас говорю о сказочных персонажах, но дело в том, что в мифах есть очень много таких персонажей, которые тоже, ну, не встречаются в жизни на каждом шагу. Вот, тем не менее, они играют очень существенную роль в построении мифологии. Таким образом, мы увидим, что, значит, мифология, она, с одной стороны, объединяет целый ряд явлений, связанных с человеческой жизнью, интегративных явлений, с другой стороны, с теми явлениями, которые непосредственно не встречаются. И это тоже важное свойство мифологии. Но я хочу отметить просто, что я не случайно так подробно на этом остановился сейчас, потому что, на самом деле, на протяжении XVIII-XIX века были целые школы исследований XX века, школы исследований мифологии, которые брали какой-то из этих аспектов, ну, например, астральные мифы, значит, космос, и говорили, что вот вся система мифологии завязана, это на самом деле некий древний астральный миф, который выражается в таких-то формах. Но тут же возникает спор, это солярные или униарные мифы, или еще ничего такого в этом роде. То есть, иными словами, мы можем сейчас, по крайней мере, для наших нужд, даже и не пытаться сводить любую мифологию к какому-то отдельному исследованию части мироздания, которое, как, может быть, какой-то миф склонен что-то сводить к одному, а другой склонен сводить к другому. Но то, что мы обнаруживаем, что миф, это, безусловно, некоторая попытка увязать между собой самые разнообразные явления человеческой жизни и увязать их с теми вещами, которые не проявляются в обычной жизни. И отсюда есть один из важнейших моментов исследования мифа. Это исследование непроявляющихся явлений. То есть, например, связь мифа со сновидениями. То есть есть, что мифология, она как бы описывает человеческое мышление, а некое даже подсознание человеческого коллектива или отдельного человека. То есть, таким образом, ну, например, юнгянская теория мифа, да? То есть, ну, и не только его. Это попытка представить себе мифологию как некоторое исследование, значит, исследование явлений, которые не являются явлением физического мира, а являются, скорее, явлениями некой психической жизни человека. Значит, мне представляется, что и то, и другое, и третье, а в истории исследования мифа, каждое из этих коренчисленных явлений в какой-то момент объявлялось основным моментом в системе мифологии, я считаю, что это бессмысленно для нас делать, пытаться какие-то явления мифологии сводить к другим явлениям мифологии. А просто мы должны попытаться сказать, что есть такая вещь, как мифологическое мышление, которое увязывает все эти вещи друг с другом. Так вот, я думаю, что на этом пути, я сейчас набросал какие-то достаточно известные вещи, связанные с структурой мифа, но я хочу вернуться к нашей основной теме, именно общей связи мифа с религией, и в этом смысле попытаться показать те характеристики мифа, которые как раз отделяют его от других форм религиозного мышления. И по этой причине я сейчас таки, да, хочу немножечко пройтись по каким-то теориям философии мифа, и, конечно, начать разговор с Шеллингом и Гегеля. Значит, ну, может быть, даже именно с Гегеля, потому что для Гегеля мифология не рассматривает как некоспецифическую форму мышления, а он говорит о религии. И мифология эта является одним из аспектов или стадии развития религии. То есть в этом смысле Гегель не является для нас основной отправной точкой в нашем рассмотрении. Но чем он является, это является именно тем философом, который пытался формулировать, и я думаю, что наиболее успешным философом, философом религии как некую систему. И здесь мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда Гегель действительно рассматривает всю историю религии как некоторое единое целое и историческое целое. То есть рассматривает историю религии как некий такой исторический процесс, но при этом специфичность религии, в том смысле, о котором мы говорим, она как раз ускользает. И в этом отношении постоянное спор между Гегелем и Шеллингом для нас очень важен, потому что как раз Шеллинг, в отличие от Гегеля, он пытается обнаруживать некую специфичность религии, и поэтому он миф рассматривает не просто как некую историческую стадию религии, а как некоторые основания. Потому что в концепции мифологии у Шеллинга, концепции религии у Шеллинга, оказывается, что миф это не просто пережиток, а это некоторая основа, на которой все выстраивается. И поэтому диалектика мифа и откровения в философе Шеллинга оказывается чрезвычайно важной. То есть, иными словами, мы можем сказать, что, собственно говоря, откровение, оно как бы настраивается над мифом. Откровение является некоторым прорывом, так сказать, по отношению к мифу. Миф как бы имеет некоторую такую... миф он замкнут, миф он замкнут, сам системой окровения, как бы является включением разумности в систему мифологии. И, ну вот это вот, сейчас я пока очень коротко об этом говорю, концепция Шеллинга, она становится, пожалуй, некой путеводной нитью для всех европейских исследований мифологии, как 19-го, так и 20-го и, наверное, 21-го века. То есть, Шеллинг, он в этом отношении является основной точкой. Куда бы мы ни двигались, мы все равно должны начинать с Шеллинга, с его философии мифа именно Шеллинга. Вот, но в данной связи я, значит, я уже упоминал Германа Когена, и я, пожалуй, сейчас не буду говорить про Маймонита, хотя я наверняка в какой-то момент об этом буду говорить, но сейчас именно хочу сказать о критике со стороны Германа Когена, которая идет как Шеллинга, так и вообще вот всей классической, такой романтической философии религии. Дело в том, что Коген выстраивает свою философию откровения тоже как, то есть в какой-то степени она есть религианская в своей основе, но он как бы обнаруживает вот эту диалектику отрицания мифа, который осуществляется внутри самой религии. То есть, как бы, тезис Когена, а именно, что Библия, библейское мышление, это не мифологическое мышление, для нас будет совершенно важен. Дело в том, что, с одной стороны, мы не можем, и я думаю, что в этом тоже мы должны согласиться с Когеном, мы не можем сказать, что Библия, это текст вообще свободный от мифологии. Но там мифы встречаются на каждом шагу. Но мы можем предположить, что не мифы являются основой, значит, или, вернее, основой, может, и являются, но не мифы являются характеристическими свойствами библейского мышления. Не привнесение мифологии является основой библейской революции. А что же тогда? Вот, размифологизация, размифологизация, разоплощение мифа. И это как раз тот тезис, с которым нам нужно очень серьезно, значит, работать. С точки зрения Когена, и вслед за ним в этом направлении двигается Ржинсвайер и, с другой стороны, Кассирер. Это два, как бы сказать, ученика и последователя очень противоположных, по сути, Когена. Коген ставит вопрос. Он говорит о том, что мифология, которая, он следует здесь за романтиками, за Шеллингом, за теми концепциями мифа, которые были в его время, мифология, она как бы наше сознание замыкает и формирует некоторую структуру, что ли. А, собственно, библейское откровение – это разворачивание, раскрытие мифа и переведение его в систему, некоторую критическую систему. То есть, таким образом, с точки зрения Когена, библейское пророчество, библейское откровение, оно всегда обладает одной и той же двойственной структурой, миф, а именно есть какой-то миф, который тут же демокологизируется. И, ну, я сейчас, зажава, приведу парочку примеров, потому что это важно для нашего дальнейшего движения. То есть, потому что именно по этой религии сразу же происходит расщепление тех религиозных систем. Потому что, условно говоря, есть религии чисто мифологические, то есть, которые мифология доминирует, есть религии, есть не религии, которые демокологизируются, ну, например, системы философии, платонизм – это все-таки чистый платонизм, это не религия, но он опирается тоже на мифологию определенным образом, но он ее тоже демокологизирует, но демокологизирует не в сторону религии, а в сторону философии. А есть религии, которые тоже занимаются демокологизацией, но они сохраняют, как бы, вот этот религиозный аспект и одновременно остаются с некими свойствами Поэтому Когеновские примеры здесь важны, но вот самый простой пример, как Коген трактует «Створение мира» первой главы книги «Бытия», книги «Берешит». Значит, в начале «Бог со стороны неба и земли» это утверждение пока ничем не отличается от того, что говорится в мифе, особенно если вспомнить, в мифологии особенно вспомнить слово «логим» на иврите значит «боги», то есть это слово значит множественное число, и то, что «боги» являются «творцами мира», это довольно распространенное убеждение для мифологии. Вот. И дальше, следующие слова, значит, библейского текста, они еще больше, с одной стороны, углубляют эту мифологическую картину, говорится, что «земля бах, отечественная, пустая, тьма над тьмой, хаос, тьма над бездной» и все прочие характеристики очень-очень такие мифологические. Значит, и тут есть, правда, некоторый элемент провокации, потому что перечень всех этих мифологических характеристик, которые идет, он идет, как бы сказать, в библейском тексте не очень не мифологично. То есть, слова-то говорятся очень мифологические, но говорятся они каким-то очень не мифологическим образом. Даже самая первая фраза, вот эта вот «в начале Бога строил небо и землю», она тоже очень проблемна, проблематична. Об этом замечательно в книге «Преддверие философии» говорит Франкфорд, такой великий антрополог, он говорит, что, ну, на самом деле, сказать, что какие-то непонятные абстрактные боги или бог сотворили, а дальше, говорится, небо и земля, которые во всех пантеонах являются главными богами, значит, это утверждение абсолютно скандальное. Подсказать, что вот главные, кого все верят, их нету, они сотворенные, они являются результатом творения каких-то непонятных богов или какого-то непонятного бога, которого никто не знает. То есть, это утверждение атеистическое по своей природе. Но дальше, значит, следующий текст, он хуже еще, потому что он говорит следующее, что все, что вот называется этими словами «тьма», «бездна» и так далее, это тоже мифологический персонаж в древних религиях, в древносточных религиях, но здесь это трактуется как некие негативные характеристики, как нечто плохое. Зло, тьма, «бездна» – вот начальное состояние мира, пока не приходит бог и не начинает с этим расправляться. То есть, когда приходит бог и говорит «сказал бог, да будет свет». То есть, «сказал бог, да будет свет», это значит, что, собственно говоря, мы с мифом кончаем. Потому что все эти мифологические персонажи, которые вот только что нами выставлены в осмотрение, значит, мы с ними, они все закрыты. Потому что бог сказал «да будет свет», тьма, и он отделил свет от тьмы, и начинается некий уже не теогенез, а космогенез. И это, то, что я сейчас пересказал, это некоторое перевожение когеновского анализа, в том числе «начало бережит». Я приведу сейчас еще один пример, но еще один пример нам показывает, что, собственно говоря, понимает Коген под демофилогизацией. Он говорит о том, что, собственно, Библия, библейское мышление, оно тоже оперирует мифологическим понятием. Но эти мифологические понятия постоянно переворачиваются, они выворачиваются наизнанку. И в этом смысле читатель библейского текста, он не верит в существование Бога Земли, Бога Неба, Бога Тьмы, Бездны и других вот этих самых богов, потому что с ними уже, с ними расправились. Они перестали быть некоторой такой вот реальностью, в которую можно верить. Потому что есть вот некий Бог, который вот творит их, изменяет их и тому подобное. Но на самом деле и сам этот Бог никак не превращается в мифологического персонажа. Казалось бы, вот, ну ладно, предположим, не Уранос, не Гея, у нас есть другой Бог, но этот Бог тоже не мифологизируется. Его никак не удается включить в некоторую мифологическую структуру. Его постоянно размифологизируют. И так, то есть, Коген устроен, собственно, библейский текст. Вот. И второй пример, который Коген приводит, то есть, он приводит очень много примеров, но я, который привожу, это пример книги Дворим, которая, как он считает, является центральной книгой этой книжки, именно потому, что там все события, которые описаны до этого, и которые можно еще придать было какой-то мифологический смысл, перевоплощаются, потому что это пересказывает Моисей, и он пересказывает совершенно иначе, как бы даже те вещи, которые он же, Моисей, вроде бы как получил только что. Но если мы могли недавно еще воспринимать это, как некоторое вот такое вот божественное откровение, которое вот тут же заповеди звучат иначе, и сам Моисей вносит оценку. Там, значит, скажем, книги, там, где описываются, скажем, книги Бамидбар, какие-то события или Фмот, Ваикра, события там, скажем, Золотой Телец, послания лазунчиков и так далее, которые описаны одним образом, а здесь они описаны совершенно другим образом. Приобретается некое человеческое измерение, и нам открывается игра. Теперь мы уже знаем, что мы можем трактовать эти события как по-разному. Нету однозначной системы трактовки этих событий, и мы можем их... вот эта двойственность, повествовательная двойственность, которая будет некое противоприношение дальше. Мы знаем, вся еврейская традиция от того времени, она разворачивается по принципу библейского населения, постоянно в книге Ваикра описывается жертвоприношение, пророки говорят, что Богу не нужны эти жертвоприношения. Значит, Талмуд полностью переворачивает весь библейский текст, он постоянно его разворачивает. То есть, это не значит, что Талмуд радиозуирует библейский текст. Наоборот, он-то как раз его усиливает, укрепляет, потому что библейский текст превращается из некой системы мифологии в некоторую открытую систему религиозного мышления. Значит, это... Я, естественно, вернусь еще много раз к Когиновской концепции, но для меня сейчас это было важно сказать, чтобы на карте религий сразу же обозначить очень важный момент. Это момент, и он связан не только с библейской революцией, он связан с разными моментами, когда мифология перестает быть универсарией религиозной, когда против мифологии выступает что-то, выступает библейское откровение, выступает греческая философия, и, как мы потом увидим, выступает, скажем, йога и всякие другие такие виды религиозной практики на Дальнем Востоке и тому подобное. То есть мифология является только основой религии, но она не является, как бы сказать, это начало разговора, не конец. Это только... Религиозное мышление никак не сводится к мифологии. Оно начинается с мифологии, потому что мы видим, что всякое религиозное мышление так или иначе опирается на мифологию. Но целый ряд религиозных мышлений, оно противостоит к мифологии. И в этом смысле можно отменить, что по-разному противостоит. Совершенно понятно, что буддизм, христианство, иудаизм, и шлан противостоят к мифологии по-разному. Или там какие-то гностические министерии, культы какие-то античные или министические. Они все противостоят против мифологии по-разному, И это уже нам позволяет как-то хотя бы немножко раскурсифицировать эти разные религиозные системы. Вот, я думаю, что сейчас посмотрим, какие есть вопросы. Время-то наше явно уже подходит к концу. И я собираюсь следующую лекцию посвятить библейской революции. И поэтому начнется она опять с вопроса мифологии. Вот, и карта религий, которая у нас сейчас, так сказать, так постепенно образовалась, а именно, что есть некие мифологические религии, и они тоже различаются. Библейская мифология, египетская, скажем, или вавилонская, они отличаются между собой. У нас есть религии демикологизированные, то есть библейские религии, я говорю о библейских религиях, то есть иудаизм, христианский ислам, которые являются, так или иначе, опираются на библейское откровение. И у нас есть религии, есть параллельные библейским, например, жарафтизм, который тоже очень много общего имеется, но является параллельным. А есть религии, которые тоже параллельные, ну, параллельные библейские религии, но которые как бы идут вообще по другой линии. Это часто такие религии, как индуизм, буддизм, дасизм, коротецианство, то есть вот религии Дальнего Востока. И в этом смысле вопрос о мифологии и отношении к мифологии является очень хорошим отправленной точкой для того, чтобы пытаться их как-то между собой соотнести. Есть вопросы какие-то? Значит, сейчас я тогда посмотрю, могу ли я ответить на какие-то вопросы прямо сейчас. Наверняка. Так. Так, так, тут много, действительно. А я, как всегда, в этот раз... Значит, русские летописи. Я попробую, поскольку вопросов в этот раз много, я обещаю на эти вопросы ответить в форуме. Это, может быть, даже будет стимулом для вас посмотреть форум и вообще включиться в него более таким основательным образом. Вот. Вопрос о вневременности мифа. Я не очень согласен с этой характеристикой, потому что время, как категория, как вообще структура, вообще возникает уже в тот период, когда... И вообще в антимифологической системе. Тот же Аристотель, который... Вы упоминали его как один из важнейших древних мифологизаторов. Он же и разработал первую более-менее детальность в теорию времени. И я думаю, даже время, как такое вот понятие, которое мы употребляем, от него идет. Время, как оно представлено, скажем, в гиблейском тексте или там, как оно представляется в мифологиях или сказках и так далее, это совершенно не то, что мы понимаем сейчас под временем. Поэтому говорить про вневременность мифа, это значит сказать, что миф это как-то не та наука, которая у нас... Так. Мифология как способ формулировки бульгарного мировоззрения. Я не могу согласиться с такой формулировкой, тем более, даже не знаю, что такое бульгарное в хорошем смысле. Цва Шамай. А вы не могли бы мне уточнить смысл вопроса, потому что, значит, это, если говорить о небесном своде или каких-то этих вещах, так здесь же все время идет такая игра. С одной стороны, в первых стихах библейского текста нам сообщают, что небесный свод это вообще такое творение Бога. То есть, вот Бог, он создает ракию на второй день, и дальше он называет эту ракию небесами и так далее. То есть, он чистое произведение Бога. А с другой стороны, какие-то моменты, вдруг эта ракия опять приобретает более эпопологический характер. Так вот, такое вот движение, понимаете, вот то, что, например, это же очень известная вещь, например, Дгом, Дедна, которая, скажем, книги перешит, уже как бы демокологизирована. Книги Иова, например, опять снова вдруг начинает обретать негемокологические очертания. Потому что так устроено мышление. Нам нужно что-то такое красивое, мокологическое сказать, чтобы потом с ним работать и что-то с ним делать. Я сейчас перепаразирую Когина. Не значит, что я с Когиновской концепцией полностью дарен. Я просто говорю, что она является важным для нас отправной точкой. Вот. Теперь, поэтому, конечно же, еще многие такие вещи, они потом снова возникают. Снова мы их видим, и ангелы какие-то появляются, вот, скажем, в книге «Берешит», там есть ангелы, но они странную роль играют, там все время общаются с Яковом, там еще и в этом роде. Они совершенно не помогают Богу творить мир. А потом в комментариях вдруг появляются какие-то ангелы, значит, которые, так сказать, ну, в какой степени можно говорить о постоянном возвращении мифа. То есть миф, с одной стороны, мы его демифологируем, а потом мы его возвращаем. И таким образом постоянно происходит эта игра. Но я просто, для меня главный тезис стоит в том, что библейское мышление, это мышление не свободное на мифологии, но это и не мифологическое мышление. Оно особую работу с мифологией делает. Поэтому, если мы хотим понять, что такое библейское мышление, мы должны понять, что такое вид, что тут никуда не денется. Можно здесь сказать, что технология, попытка поформить, а нет, это уже было пробульгарное, в хорошем смысле. Так. А где именно Когин разбирает Берешит? Ну, много где. То есть, во-первых, он разбирает, собственно, религия разума, который, религия разума из точки и вудаизма, это большая книга, который есть, кстати, можно, там есть обычно указатели, где цитаты. Но, кроме этого, у Когина есть целый ряд каких-то отдельных статей и про Пророков, и про Псалмы, и про Берешит. У него много-много всяких интересных статей есть. Значит, ну, если вам нужны более точные цитаты, ссылки. Так. Синхронический взгляд. Смотрите, Когин у него, он мне, как бы, не... Синхронический взгляд, скорее, у меня. Как сейчас я рассматриваю эту картину, у меня он синхронический взгляд, как по причине отсутствия времени, так и по причине того, что у меня задача, философская задача, я не занимаюсь сейчас попыткой выстроить некую историю религии. Я пытаюсь пока разобраться в вопросе о том, что такое религия. А потом, на этом основании, мы можем уже заниматься историей в частном виде, у нас будет гетерохроническая картина. Но Когин действительно исследует, собственно говоря, текст, он не исследует он синхронический. Когин в соседней кафедре с Когиным преподавал Вильхаузен, Юлиус Вильхаузен, который в это время создавал там историю народа Израиля, библейскую критику и тому подобное. Тут мы просто занимаемся разными задачами сейчас. Мы пытаемся понять, как работает, как мысль библейский текст. И, разумеется, тут есть разные исторические пласты, разные кронологические пласты и тому подобное. Мы не можем все встраивать на одну линию. Но между тем, наша задача сейчас – это создать в области логики герменевтики, которая, конечно же, менялась со временем. И все-таки она радикально отличается от той герменевтики, которую мы постоянно пытаемся. Герменевтика Аристотеля. Начинаем искать, просто знать, библейский текст или мифологию с точки зрения истинности и сложности. Но сейчас тоже никто не делает, конечно. В чем разница между тургией и магией? Хороший вопрос, только совершенно не по тому, о чем я сейчас говорил. Но спасибо, вы мне напомнили важные вещи, которые я таки да хочу сказать определенно. Я хочу сказать теперь очень важный тезис, поскольку мифология на протяжении последних ста лет изучается в большой степени в связи с ритуалом и в связи с раками. Я хочу вернуться к своему изначальному тезису, что религия, она никак не освоится к религиозному мышлению. А религия, она обязательно должна рассматривать вопрос о религиозной практике, то есть в том числе практике религиозного ритуала и практике социальной. И понятно совершенно, что мифология будет с этим связана, то есть как мифология, так и демифологизация. Значит, понятно, что в истории исхода Евгелия Казиегинта есть какие-то мифологические элементы, а есть какие-то антимифологические элементы. Но совершенно понятно, что и то, и другое будет определенным образом отпечатываться на литургии вейской, на цикле года, на праздниках и тому подобное. И то, и другое. И некоторые элементы мифологизации, и некоторые элементы демифологизации. Но это пока что некоторые... Воинство небесное – это не ракия, мне подсказывается. Я знаю, значит, что воинство небесное – это не ракия, но это никак не отменяет того, что я сказал. Значит, воинство небесное, значит, оно не фигурирует никаким образом в описании створения мира. Это просто разные тексты. В каждом тексте своя выстраивается картинка. Это как раз вы, значит, все синхронически объединяете. А я как раз расчленяю и рассматриваю каждый момент несколько отдельно. А, значит, вульгарные, в смысле вульгарные. Ну, окей. Я хотел бы вас попросить, что если вы хотите высказать утверждение, что мифология – это способ вульгарного форма мышления, то, пожалуйста, свой тезис развейте более подробно, вот в форуме, например, выскажите, что вы имеете в виду, потому что пока вот из этого утверждения мне лично пока трудно понять. А если под вульгарным умеется в народном, то тогда это возвращается к нашему утверждению, романтическому тезису, а именно, что миф – это и есть форма народного сознания. Но не ограничивается этим. Я думаю, что на этом мы сегодняшнюю нашу лекцию должны закончить. Значит, то есть мы перешли к важной теме, связанной с мифологией и библейской революцией. Продолжимся в следующей неделе. Всем большое спасибо. До свидания. Приглашаю в форум для обсуждения всех этих тем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова